Героями книги «Выжить в Севастополе» могли бы стать многие семьи. Память о войне севастопольцы хранят в фотоальбомах, документах, реликвиях и сердцах. Свою версию событий семья Албул решилась опубликовать в 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Повествование уже идёт о истории выживания нашей семьи во время осады героической обороны. И оккупации. Моя семья Полина, Мария Степановна и Люсичка оказались одними из тех немногих выживших мирных жителей Севастополя, которые прожили всю эту войну и оккупацию здесь, в городе. Первая бомба войны упала на Севастополь ранним утром 22 июня 41-го года здесь, на улице Подгорной. Теперь это не Фёдово. Многие жильцы окрестных домов, как большинство обитателей окраин города, мирно спали во дворе, спасаясь от июньской духоты. Это место для встречи я выбрал не случайно, потому что именно с этого места начинается повествование нашей книги. По этой самой лестнице утром 22 июня одна из главных героинь книги, Мария, со своей дочкой Люсичкой спускались в сторону рынка и пляжа в Ордбухте. Автор повести Геннадий Албул, отец Кирилла, родился и вырос в послевоенном Севастополе. В развалинах играл с мальчишками в войну, держа в руках реальные, но уже тронутые ржавчиной винтовочные стволы. Начал писать книгу о войне почти 50 лет спустя. Настало время собирать камни. За основу взяты реальные события и воспоминания, которые рассказывала его мать, бабушка, также соседи. Он взял эти истории, сами истории, которые они рассказывали, попытался передать буквально точно, насколько он их помнит, сохраняя даже некоторые слова, выражения, обороты, которые использовали рассказчики. Сохранить память старшего поколения и передать сыну воспоминания, которые живы на страницах повести, самое важное, считает Кирилл Албул. Во-первых, потому что хотелось, наверное, оставить все эти истории, запечатлеть как предания нашей семье. И, во-вторых, может быть, они кому-то будут интересны и полезны тоже. Это не документальное изображение военной хроники Севастополя, подчеркивает автор, а личные воспоминания. Здесь же редкие факты об истории города, затоплении теплохода Армения, применении пушки Дора и попытках эвакуации горожан в село Байдарской долины. Я являюсь невесткой автора этой книги. Для нашей семьи очень важно, что мы смогли ее издать. Я выступила редактором, вычитывала несколько раз текст. Персонажи, члены семьи Албул реальны, как и исторические личности. Издание «Выжить в Севастополе» опубликовано малым тиражом. Всего 200 экземпляров. Повествование завершается салютом в День Победы 1950 года. Экземпляр повести «Семья Албул» планируют передать в Центральную городскую библиотеку имени Толстого. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севинформбюро.